Кто сказал, что женщины не разбираются в футболе, тот не был на матчах Титана в этом сезоне. Иначе он бы как минимум усомнился в этом общепринятом стереотипе. Вот почему. Дай на ход! Дай на ход! Давай, 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 давай! Давай, 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 давай! Эта дама гнала вперед футболистов нашего клуба весь матч. То подсказывала, то просто громко выражала свои эмоции. Игра с Долгопрудным, несмотря на не самую громкую вывеску, получилась для Титана тяжелой. Соперники решили проверить в деле футболистов из первой команды, выступающей дивизионом выше. Спустили сразу 8 человек. Но какая команда профессиональная, какая любительская, в первом тайме понять было трудно. Свою возможность забить гол гости упустили. Посодействовал им в этом вратарь Титана, отбив мяч после удара практически в упор. У ворот соперника такой остроты не возникало. Несколько полумоментов превратить в опасное не получилось у Франца Чебелецкого. Кстати, о том, что он находится на поле, знали почти все. Претензий к центральному нападающему от главного тренера было предостаточно. В итоге чаша терпения у Вадима Шатальна переполнилась во втором тайме. И он убрал с поля Франца, отправив вперед восьмого номера полузащитника Андрея Кравченко. Эта замена сработала. Правда, к тому моменту Титан уже проигрывал. В одной из атак гостей защитник Клинчан Алексей Бушин потерял равновесие, не сумев прервать обостряющий пас. И выйдя один на один с голкипром, нападающий Долгопрудницев отправил мяч в сетку. В следующей же атаке Титан счет сравнял. Андрей Кравченко в роли теперь уже центра форварда отправился на угловой и переиграл всех в верховой борьбе. Вырвать победу в концовке могли гости, но немного им не повезло. Сначала спас Клинчан Евгений Процанов, а потом Перекладина. Ох уж заставили понервничать они нашу болельщицу. Но в итоге финальный свисток зафиксировал счет 1-1. Ну, команда была хорошая, спустились профессиональные команды, несколько игроков. Они забили, мы отыгрались, не дожали. Не хватило, не знаю, то ли везения, то ли фарта какого-то, я не могу не сказать. Ничья жизнь Титану не подпортила. В борьбе за тройку ситуация не сильно изменилась. У нас 45 очков, у Либерец 48. Три игры до конца сезона и у тех, и у других. Последний матч мне нравится игра команды. И со Скопой мы сыграли очень достойно. Скажем так, тоже равная игра была, где-то не повезло нам. Сегодня равная игра, я считаю, что тоже где-то повезло. Где-то им не повезло, где-то нам не повезло. В целом, еще раз, что игра была неплохая. Перед этим мы две игры выиграли, поэтому именно концовку мы проводим достаточно неплохо. Не скажу, что у нас чемпионская игра. Нет, но тем не менее, более-менее сейчас, по крайней мере, стабильность есть. И я считаю, что им пока не прополитет. Но вот многих болельщиков скорее интересует вопрос не итогового места, а будущего команды на следующий сезон. Ходит слух, что в скором времени клуб изменит свое название. На 100% я думаю, никто не знает. Поэтому не могу искать точно этот ответ. Да, слухи есть такие, информация, скажем, есть такая конфиденциальная. Ну, я как тренер команды, я пока готовлюсь к работе в этой команде. Опять же, как она будет называться, Титан, ФК Клин, как-то еще. Не знаю, наша задача подготовить команду, чтобы она заняла достоинство этого. Следующий свой матч Клинский коллектив проведет на выезде против некогда Грозной Истры. Потом отправится в гости к лидеру Олимпику и закроет сезон 24 октября на своем поле матчем с Коломенским Старсом. Продолжение следует...